Пожар в столовой, который не удалось потушить самостоятельно. Больше 30 человек успели вывести из корпуса, а вот двоих не нашли из-за сильного задымления. Такова легенда учений, которые прошли в детской воспитательной колонии поселка Врангель. Для безопасности ребят, отработки действий сотрудников колонии и МЧС в случае возникновения настоящего пожара, подобные занятия здесь проходят два раза в год. Только легенда каждый раз меняется. Если, не дай бог, произойдет возгорание, я думаю, наши службы, дежурные смены и подразделения находкинской воспитательной колонии, все сотрудники и должностные лица готовы исполнить весь необходимый алгоритм действий. Кроме того, у нас налажено взаимодействие непосредственно с пожарной частью номер 70 МЧС, которая дислоцируется здесь же у нас недалеко от Врангеля. Условные пострадавшие – воспитанники колонии. Волонтеры пожарной бригады тоже. Однако эти ребята свою работу заслужили примерным поведением и соблюдением всех условий пребывания в режимном учреждении. Для некоторых сегодняшнее волонтерство в пожарной бригаде колонии – повод задуматься о будущей профессии. По времени на пожарные учения в колонии уходит не больше часа. Но для здешних ребят и это – развлечение среди монотонных будней. По итогам учений сотрудники колонии получили положительную оценку от сотрудников МЧС. Однако последние отметили, что в слаженности действий пожарных и работников есть недочеты, которые необходимо исправить. Ведь в случае возникновения реального пожара эти недочеты могут стать причиной трагедии. Налаживают взаимодействие между органами подразделения данной колонии. Как? С помощью радиосвязи. Следующие пожарно-тактические учения в Находкинской воспитательной колонии пройдут весной. Здесь уверены, что и они будут не менее успешными. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.